Мысль, на которой я себя сейчас занимала, что я устала быть маленькой. И для меня это про то, что я много лет не беру на себя ответственность, на себя какие-то решения, действия, и все время это какое-то перенаправление понимания на то, что оно как-то само должно прийти, оно может само прийти, но моя задача получается создать вот эти вот условия для того, чтобы пришли заказы, меня нашли люди, то есть как бы если я хочу быть видимой, мне нужно делать что-то, чтобы быть видимой, а не просто судить, утверждать, что оно как-то вот меня найдет. Вот, и по поводу того, что я устала быть маленькой, я поймала себя вот сейчас на том, что благодаря тому, что я все больше делаю того, что мне интересно в плане каких-то творческих штук, я все больше ощущаю себя на своем месте, и все ближе становлюсь именно к тому, чтобы быть женщиной, не просто ребенком, который такой, ну, как-нибудь там это, помогите мне. Нет, то есть как бы я исследую, я делаю как бы живое такое, живое действие, вот, и то, что я устала, я устала от того, что много чего есть, что я хочу, но этого нет, потому что я как будто, ну, все еще немножко прячусь. Опять же, за тебя, да, например, что, как бы, вот, ты там можешь обеспечить безопасность нашу, да, покупай продукты, заплатил квартиру, вот, но я понимаю, типа, сколько я всего, сколько ты всего делаешь, да, я точно так же могу создать, ну, то есть как бы у тебя есть свой режим комфортный для тебя, когда, типа, вот, есть работа, мы обсуждали с того, что есть работа, где ты четко наполняешь задачи и партируешь какие-то свои идеи, но над тобой вот кто-то есть все равно, и параллельно ты там какие-то свои проекты развиваешь, то есть это вот твоя зона безопасности, а у меня получается так, что, типа, я свою безопасность снесла под ноль, даже вот, ну, в виде парикматерской, и такая, все, мы сейчас будем плавать, блядь, вот, ну, да, там, в ледяной воде, короче, нырк, нырк, и что-нибудь там как-то вот, вот. А у нас чуть-чуть, правда, разного обстоятельства, чтобы потерял мысль. Что получается такая безопасность, стабильность, и... Да, помимо безопасности, есть еще риски, у тебя пиздец какие-то большие риски, нет никакой безопасности, и сложно смотреть в завтрашний день. Вот, с моей стороны минимальные риски, я знаю, что завтра я выйду на смену, чем я завтра буду заниматься, и безопасность какая-то есть. Как ты это видишь со своей стороны? В плане. Ну, в плане для тебя, тебе это комфортно, но как бы со стороны, как ты видишь меня, мои реакции, как вот я с этим справляюсь? Смотри, значит, мне пиздец как вкатывает, то чем ты занимаешься, в принципе. Что именно? Ну, в общем. Ну, типа творческие, вот такие все, разноплановые, мульти... Да, да, да. Структурные, причем, все темы, и то, что они иногда перекликаются друг с другом, это прям разница, да-то. Единственное, что меня напрягает, ну, поскольку я такой человек, это то, что ты не стоишь на месте, это можно как и комплимент, да, но и как и не с человеком, что человек постоянно перепрыгивает... Сильно нестабильно, да. Да, перепрыгивает с одно место на другое, я более стабильный человек в этом плане. То есть, если я выбрал работу, я там, блядь, через месяц с нее не уйду. Ну, ты мужчина. Ну, это неотносчет. Мне кажется, это все равно, типа, такой... Ну, имею в виду, что, типа, для тебя это, как бы, более органично, чем... Ну, возможно, это отцовское воспитание, потому что у отца было всего две работы, это охранник, и больше сорока лет он этим работал, бедноборщиком. Ну, тебе комфортно, вот именно в твоем вот этом вот плане? В моем мире? А, да. Ну, вообще кайфово. Я нашел ту работу, где я могу реализовать свой чертильный потенциал, грубо говоря, и, как это называется, потенциал пространственного мышления. А я, как будто, еще не дошла до этой точки, ты знаешь, мне кажется, такое, что, вот, типа, все вот эти вот годы, что, вот, после того, как я окончила школу, даже раньше, когда я перестала ездить в лагерь, тогда у меня вот это все прям заблокировалось. Это в каком... Это где-то 2013 год. Сколько тебе было? Ну, 15-16. То есть, как бы, мне было 17, когда я... Ну, вот, типа, все, 11 класс закончил, 17 лет, тогда был выбор как раз поступать на Илья и Илья в инженерную школу одежды. Все сложилось, как сложилось, но я сейчас чувствую реально, что я, типа, камбэкнулась. И, типа, вот эти вот 9 лет, это, можно сказать, там, типа, познание себя, терапия, вот это вот... Творческие штифы. Взросление. Да, то есть, как бы, я качала, наверное, софт-скиллы больше, ну, именно, короче, разбиралась со своей менталкой. Вот, потому что там очень прям все зашлаковано, было, хит. И я вот это вот все из себя чистила и вернулась к тому вот этому чистому творчеству, в котором я находилась много лет, когда, ну, вот, в школе училась. То есть, там накладывалось два аспекта. Первое, это то, что наше образование, которое мы давали, то есть, очень много творческих студий, которые были, ну, вшиты в систему, в программу. Плюс лагерь. А лагерь вообще на 110% раскрывал, то есть, меня, то есть, я там раскрывалась максимально. То есть, это вот именно такая деятельность организаторская, коммуникационная, творческая, креативная, постановочная. То есть, это вот все, объединение всех вот этих вот спецтворчеств, всего, все в одном месте. И вот там, типа, это вот была, вот это вот, моя история. И получается, я сейчас возвращаюсь к этому, на этот раз лет. Но я вот сегодня Нике рассказывала, что у меня с 20-го года, если вы знаете, с 20-го года у меня в голове задумка, типа, объединить разные виды творчества с, в смысле, из них, короче, типа, арсотерапию. Но там прикол немножечко в другом. Что для многих людей творчество является стресс-фактором просто потому, что это связано с воображением, фантазией, интуицией, с чувствами. Я очень много людей встречал, которые говорят, что я не умею фантазировать или что-то необычное. Да. И я, получается, как раз исследую это все со всех сторон, буквально со всех сторон. И в том числе и с психологической стороны, чтобы понять, как это, когда, типа, ты понимаешь, что у тебя фантазия 0, но у тебя есть, как бы, там, логика, твои выборы, твои желания. То есть, типа, как через голову подключиться к своим чувствам и подключиться к, ну, типа, вот к своей душе, типа, вот это вот как-то выразить, потому что, типа, творчество, оно про душ, как раз. Вот это вот. И, мне кажется, это может быть очень мощным, крутым проектом, как раз, ну, типа, вот, для многих людей. Типа, как вот это вот расслабиться и перенастроиться на то, что, типа, все есть творчество, все есть искусство. И просто, типа, ну, вот, дать людям, которые, как раз находятся вот на уровне, как сказать, логическом, аналитическом органе, но тяжело вот со своим телом, с чувствами, да, типа, как вот это вот соединить одно с другим. И использовать это в, там, в повседневной жизни, потому что, типа, все вот эти вот, все творчество, оно как раз и есть по энергию, по ежедневной вот этой энергией, вот, в мелочах. Вот. И, мне кажется, вот это как раз может стать, типа, объединением моих вот этих вот навыков, которые я вот так вот жадно потихонечку вот это все доберу. Вот. И где-то там, на стыке всего, мне кажется, и может быть вот это вот большое, важное, ценное. И одежда туда, и вот это все, короче, фотография, ну, бля-бля-бля-бля. Вот. Это что-то про соединение всего. И как будто пока, типа, я не могу вписать себя в эту кабину, потому что я еще не недостаточно исследовала. Вот. А жить-то как-то надо, пока я вот это вот не скомпоновала. Потому что я действительно не хочу и не могу развивать что-то одно идеально. Мне нужно все поменогу, чтобы найти какую-то новую вот эту вот точку, стружение. Какой же вы разу, когда мы с тобой записывали видео, ты говорил о том, что, типа, как раз вот фотография, да, объединяет вот эти вот мои стримы, типа психология, телесная история. Я сейчас думаю о том, какое первобытное начало есть у картин, и вязки, да, как это можно совместить с шитьем. Собственная психология и танцы. Я могу только распределить по группам. Танец, психология и картина. Вязка, шитье и психология. Так. А вместе — никак. Единственный общий критерий — это психология. Но поскольку это два разных направления, будет проблематичность. Для меня это все про свободу выражения себя. А это как раз огромный целый мир для каждого человека. И, как бы, с одной стороны, это, типа, глобально огромная миссия, блядь. А с другой стороны, как это сделать так, чтобы... Ну... Чтобы это сделать. Чтобы это было, ну, реально полезно. Чтобы, да, ну, научиться людям выбирать. А что, по-другому, там, у психологов не выбирают, у, там, я не знаю, еще где-то не выбирают, людей все выбирают. Типа, что еще? Что еще уникально? Они людей расслабляют. Разрешаю им быть. Вот, ты со мной сколько? Полтора года? Два. Ну, живем. Да, два. Два. Ну, почти там. Ну, два почти вместе, полтора живем. Как, на твой взгляд, ты изменялся за время нашего жизненного существования? Сейчас мысль сформулирую. Мысль есть? Мы сформулировали. И купи. Что ты сделал? Короче, как я изменился? Что стало легче? Что тебе стало легче за эти полтора года, чтобы мы с тобой вместе живем? Мне стало легче вклиниваться в какой-то движ. Ну, вот, допустим, как сегодня. Хочу нахуй это, бля, как его палитру. С кюветами. С кюветами, да. Мне было очень приятно. Вот. То есть, получается, тебе было приятно поучаствовать в том, что... В нашем ближе, вот в таком. Да, что мне что-то понадобилось, и, получается, мы с тобой оказались на стыке наших интересов, да, что мне что-то нужно для творчества, да, получается, пенальчик с кюветами, да, создать своими руками. Нет того, что я хочу, типа, на рынке, да, и ты, получается, своими прекрасными маргами такой, так, сейчас мы это составим в программе, начертим. Да. А что значит, стало легче участвовать в каких-то таких вещах? Раньше, ну, на прошлых, допустим, работах, у меня брали заказы на попсовую музыку, типа, там, как это называется, корпоративы, выездной диджей был условный, ну, там, чисто музыку переключал, там, куда-то. Вот, ну, это была супер какая-то натянутая херня. Да. Ну, типа, мне нравилось заниматься музыкой, но когда мне звонили в час ночи, я говорю, Илюха, ты ромашил, мы такси уже заказали. И вот, вроде бы, как-то охуенно, ну, тебе сейчас бабок заплатят за то, что ты просто музыку, блядь, переключаешь. Ну, такое немножечко отвращение, ну, не отвращение, вот, сложно передать словами, но какой-то такой, ну, не по себе, да, какая-то херня. Да. Сейчас такой штуки нет. Сейчас я просто отдаюсь процессу, и это мне очень сильно нравится. Это в плане музыки? Это в плане всего. Вообще всего. Всего. То есть, получается, ты стал... что поменялось? Ты выбираешь, типа, то, что тебе больше подходит, что тебе больше нравится? Возможно, поменялось, нет, возможно, поменялось компания, в которой я что-то делаю. Окружение? Да, ты. Ну, я это связываю с тем, что вот у меня есть такая прекрасная жена, и с ней я буду делать все, что она захочет. И, получается, за счет того, что я хочу много разного, тебя это тоже как-то стимулирует что-то еще делать. Но тебя же еще и свои есть тоже. Да, окружение. И, получается, тебя это дабл-икс мотивирует что-то делать. Да, это очень приятно делать для человека, как это будет, что-то. Нет. Никогда раньше такое, вообще. Да. Я заметила, что мне стало чаще вот хотеться что-то тоже такое вот сделать для тебя приятное. Вот, в том плане, что, ну, я много думала о своем комфорте, вот, и не только о своем, о нашем, но о своем личном, то есть там иногда думала о том, что, типа, так, тебе это попадет или не подойдет, а это вот сюда или сюда. Да, вот, с едой, конечно, завидающими вкусами бывает, я промахиваюсь. У меня короткая память, извини мне, я не могу заболвать эти штучки. Вот, но все равно всегда стараюсь что-то приготовить. Из того, что я заметила, что у тебя поменялось, это то, что ты стал более настойчивым в плане работы, в плане коммуникации с людьми. То есть, как бы, ну, у тебя как-то был ряд у тебя ситуаций на работе, где были какие-то нестыковки и несогласия. Вот, и сначала я такая, ну, ты там это скажи, что ты там скажи, что ты там скажи, что ты там скажи. Потом ты сам уже такой, ну, я там сказал. Ну, как бы, я все решил, я там, типа, дал понять, что ненормально. Я там все организовала, короче. А здесь я сказала, что, типа, блядь, пожалуйста, сами. Вот, и второй очень приятный момент это то, что мы с тобой наладили общение в этом. в Телеграме, и мы с тобой стали созваниваться по каким-то вот таким вот моментам, ну, типа, домашним, то есть, что-то договориться, спросить, вот, что, типа, ты меня встретишь, там, типа, ну, вот. Это такой милый момент, потому что я вчера думала о том, что, как бы, с одной стороны, типа, наоборот, наверное, должно быть, что, типа, ты бы, наверное, меня должен встречать. Но так как ты работаешь допоздна, а я обожаю гулять ночью, для меня это, наоборот, мило. Ну, то есть, как бы, вот, ну, вот. И то, что тебе приятно, что я после работы иду к тебе навстречу, и мы с тобой вместе, типа, идем вот этот вот небольшой путь домой. И что тебе приятно, когда нужно это вот происходит, и ты мне об этом говоришь. Это тоже очень ценно, то есть, как бы, очень сильно, ну, опять же, мы с тобой ближе стали. Мы стали больше разговаривать. Вот, стали больше обсуждать. Это, это, блядь, это просто огромный шаг вперёд. Вот, потому что ты для меня, ну, как бы, поначалу я же и вообще не внукала, вот. А потом у меня было встречи много своих чувств, своих мыслей, свои мнения. Ну, вот, то есть, как бы, это было очень странно. И сейчас, как бы, это вообще совершенно по-другому. То есть, как бы, всё равно это встроено в твою природу, вот какая-то такая дистанция. Замкнутость. Замкнутость, да. То есть, как бы, это по природе своё естественное. И это, ну, никуда не уйдёт. Вот. И мне ещё, наверное, придётся как-то с этим смириться, что тебе чаще хочется бывать дома. И тебе нужно чаще, типа, находиться где-то, вот, в покое, там, чем мне. У меня шило уже, ты мне надо прям вот это вот тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг. Вот. А потом три дня такая. Ха-ха-ха. Спать по шестнадцать часов, ммм, обожаю сказку. А потом, хуярим, хуярим, хуярим. Спать по шестнадцать часов. Ну, типа, это в меня встроено. То есть, как бы, в меня встроена вот эта вот постоянная какая-то всё равно перемены. А на перемены нужно время, ну, типа, отдыха. Да. Вот. Короче, мне нужно не щекотать, скажи. Ладно. Извините. Мне нужно двигаться на ногу, типа, выходить куда-то, выезжать куда-то. Вот. И с этим ещё придётся, конечно, как-то принимать как есть. Вот. Такая же сложность. Вот. Да? Я раз не привезу. Угу. 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 Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Передулся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Импакта, конечно, очень много ещё культового происходит и меняется. И хочется это, как бы, масштабировать, как бы, вот. То, что мы можем это вместе так много менять. относительно друг друга, относительно нас как пары, это очень хорошо, вот, но, естественно, хочется это еще вот масштабировать. И, естественно, хочется, чтобы быстрее, блядь, пришло понимание, как это делать, чтобы я делаю какую-то пользу миру, а не, типа, мне платят денежкой и какими-то приятными плюшками, вот. Потому что, типа, те навыки, которые у меня есть, даже вот то, что на съемке, вот у меня прошла съемка, и услышать от взрослого, состоявшегося человека со своим делом, со своим опытом, с командой, ну, только приличным, типа, что, как бы, я действительно расслабляю и со мной спокойно и комфортно, при такой стрессовой ситуации, как, типа, съемка, учитывая, там, какие-то определенные пожелания, там, принятие, непринятие, там, ну, себе, да, ну, типа, это дорогого стоит, услышать, что, типа, вот у меня получилось, да. Ну, типа, как это, опять же, да, как? Какой совет ты мне можешь дать? Хотелось бы тебе сказать, что, если ты хочешь как-то более-менее масштабироваться, чтобы мир тебя увидел, возможно, это то, что я бы тебе прикинул, сконцентрировался на производстве каких-либо товаров, допустим, это может быть украшения, вязка, шитье, и вот туда-сюда, 5-я, 10-я, вот. Материальные, короче, вот эти вот штучки. Набрать какую-то, условно, там, базу, и... Базу, что значит, ну, допустим, там, 50 товаров украшений... А, продуктовую линию, короче, подготовить? Да, продуктовую линию. Как ты считаешь, если, например, это всё объединять с историей про сообщества, про какие-то мероприятия, про встречи... вот это всё... Ну, соедини меня с сообществом, это неизбежно, а вот потом, думаю, мероприятий и встреч. Учитывая, вот ты видишь меня со стороны, да, типа, как я запойно что-то делаю и как у меня потом откисоны какие, то есть, типа, проблема в чем? Ну, я очень качественно работаю с людьми, ну, если я работаю, но я не могу, типа, меня потом скашивают, то есть, типа, я могу на дистанции только это делать, получается. Мне бы хотелось сказать, чтобы ты вообще отказался от этих идей. От чего? От ведения каких-то спецсорков. Ага, то есть, ты за то, чтобы я, вот, творила, типа, в свободном полете? Да. Ага, окей. И дальше просто, ну, короче, максимум, вот, в себя. Ну, по возможности. Типа, очень, крайне редко, вот эти вот выходы какие-то, в группы. Ну, раз в полгода. Все так плохо? Ну, блин. Ну, ты очень долго останавливаешься. Правда? Ну, ты прям, очень плоха, по крайней мере. Правда? Ну, ты прям, очень плоха, по крайней мере. Правда? На неделю точно очень плоха. ты не замечала? себя я не замечаю я могу чувствовать в моменте, но я не могу видеть это в перспективе поэтому я обращаюсь к тебе, потому что ты меня видишь со стороны когда у тебя была встреча по шитью, по-моему по вязанию там жёстко, да? да, там вообще пиздец было я имею в виду, ты неделю по 16 стабильных часов, мне кажется, спала у тебя не было такого запоя, что ты ночью встала и что-нибудь потела или это у тебя было, но впоследствии ты всё равно очень много спала больше половины дней ты могла там 3-4 дня сейчас ещё ухожу ситуацию но сейчас за счёт того, что ты на всё работаешь ну да это как-то более-менее компенсирует выравнивает столь день да ты спишь там условно 12-10 часов сейчас ну, сегодня только спала 2 часа ну да но ты довольно-таки много работала а в тот промеже такое время ты безбожно много спала да пожалуйста, у меня и это даже была не групповая встреча это было, блядь, просто один немного это ну если ты хочешь такие что-то ну, какую-то такую штуку сделать то я просто тебя попрошу можешь это делать раз в месяц но посмотри, как это на самом деле на тебе отразится делать это через, ну, фланшет по видеозвонку, по групповый видеозвонок надо, короче, пересмотреть, как это всё, да да и по возможности создавать, типа, чисто то, что я хочу с минимальными правками чисто вот прям, блядь, сделайте в один в один или типа, вот, всё есть в наличии там и вот по поводу, типа, вот есть в наличии какой-то последний момент купальник ты вроде делал ты бы сказала, сделали свой вкус потом вогнали миллион правок и ты в итоге развязала всё это и начала за новое переделывание ну, там много моих этих миллионных отчётов ну, наши покупки, конечно да, понятно, я делаю это всё, типа, было важно но я хотела попробовать индивидуальные заказывать я их попробовала, я поняла, что очень много нюансов можно учитывать что будет делать да хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе лана короче, пришли пока к тому уже что, типа, держимся за СИ но... всё равно опираться на то, что я хочу идти в свой мастерской ходить по городу, по гараже красить, пилить, сверлить, люберство сайт. А потом, короче, вот эту все в охапку и такая снимаем контент. И раскидать по всему городу. Типа, все, чисто вот, что придумала, то и, блядь, берите. Да? Ну, как будто да. Ладно. Ну, мы можем улучшать. Ой. О, пальцем нагрел. О, пальцем нагрел.